В руках Ивана Чайчица последний экземпляр его новой книги – записки Брестского некрополиста, вышедшей в свет в конце ноября. Плотный переплет, красочное изображение, качественная печать – это издание сам автор в шутку называет чудом. История его публикации началась с пандемии. Давно запланированный отпуск пришлось отменить по объективным причинам. Тогда выкрылось время, чтобы систематизировать имеющийся материал и собрать его воедино. Стало понятно – рукопись достойна самостоятельной публикации. Однако собственных средств хватало лишь на небольшой тираж. Иван Николаевич обратился к потенциальным спонсорам, и уже после первой встречи ему сказали «да». А как только книга увидела свет, за 36 часов бронь появилась на все экземпляры. Хорошо, когда я сижу дома, я все это вижу, я это знаю. Но задача тех, кто занимается изучением некрополей – это убедить всех остальных, что это может быть интересно, познавательно. И одна из целей – это книги. Я очень люблю интернет, на самом деле. Это потрясающая вещь, там много всего. И, ну, боже мой, свет пропал. Все. Чем заняться человеку? А я очень давно являюсь поклонником бумаги. То есть я очень люблю бумагу, и мне кажется, все, что сделано в бумаге – это действительно навсегда. В одном из зданий автору удалось собрать уникальные факты о захоронениях, сделанных на территории нашего города в разные периоды. Как оказалось, здесь есть столько интересных открытий. Среди тех, кто нашел последнее пристанище на Брещене – люди, внесшие вклад в развитие многих государств. Переписки с родственниками некоторых из них подтвердили эту информацию. В целом работа шла по накоплению материалов достаточно давно. Какие-то и 10 лет назад материалы собирались, какие-то совсем недавно. Но все это дело упаковать под одной обложки пришла идея вот в этом году. И где-то в общей сложности с июля месяца, с июля по ноябрь шла вот эта вся работа о том, чтобы вот эти вот файлы PDF превратились в красивое иллюстрированное издание. Старое католическое кладбище по улице Пушкинской также стало объектом исследования Ивана Чайщица, где им удалось установить очень интересный факт. Дело в том, что здесь покоится представительница известного в Беларуси рода Радивиллов – Мария Анна. Возможно, это единственное сохранившееся на территории Беларуси захоронение вне фамильного рода представителей великокняжеского рода. Мария Анна – представительница знаменитого рода Радивиллов, родилась в 1790 году. Была внучкой Мартина Николая Радивилла, потомка того самого Николая Радивилла Черного, в чью честь установлен памятник на той же улице Пушкинской. Прожив по тем меркам достаточно почтенный возраст, скончалась Мария Анна на 83-м году жизни, она по сути является единственным представителем рода, чье сохранившееся захоронение находится на Брещене. И таких уникальных фактов в книге достаточно много. По городу Бресту выходят так или иначе какие-то печатные издания, и где-то так бывает, ну, вскользь совсем упоминаются о брестских некрополях, либо о некрополях, которые находятся в Брестском регионе. А у меня была задача именно сделать упор на это. До сих пор, находясь в некоторой эйфории от удивительной истории создания книги «Записки Брестского некрополиста», Иван Николаевич уже думает над будущими делами. Сегодня в его планах работа над полноценным изданием, посвященным легендам и мифам Тришинского некрополя.